Третья серия маршрута Липецк-Москва. 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 Да, карта очень грубая и она эффективна в городе, в большом населённом пункте. Там отражаются улицы, дома, домов. А на межгороде она на самом деле ни о чём. Только занимает место на картинке. Мне об этом писали давно, я поэтому от неё отказался. Эту функцию я закрыл. Итак, логин Путник. Я обычно в подобных ситуациях, когда собирается колонна с зафорой, останавливаясь на какое-то время на обочине, чайку попить, лобовое стекло протереть, или в туалет, колонна уходит. И потом еду спокойно, любую с пейзажем. Да, совершенно верно. Я тоже стараюсь такой тактики придерживаться, но не всегда получается, к сожалению. Это самый лучший вариант на самом деле. Как мы и убедились на видео, толпа стояла машинную, движения никакого. Причиной практически... Так я и не понял, в чём там была причина. Да, лучше всего переждать колонну, где-нибудь остановившись, отдохнуть, просто полежать в машине, чтобы и бензин не жечь, и не перегревать двигатели. Это что-то трындя там в салоне автомобиля. Так, логин. Андрей Бражников спрашивает, почему такая скорость постоянная? Вы на чём ехали обратно? Ну, это Москва-Ростов видео. Москва-Ростов. Я ехал, включил кролис-контроль, установил скорость такую, чтобы в пределах правил дорожного движения. И пронат меня тащил с постоянной скоростью. Многие спрашивают, почему такая постоянная скорость? Это включена функция кролис-контроль. логин Юлий Савельев написал. На заводе полиметаллов стоят реакторы. Возможно, и охлаждают. О, это видео у меня, уже не помню, наверное, 7-8 лет тому назад я разместил. На самом деле река Москва вот в нашем районе, начиная от Коломенского и далее замка тоже уходит. Я ни разу не видел, чтобы она зимой замерзала. То есть идёт сброс тёплой воды или из тепловой подстанции, или ещё откуда, я не знаю. То есть греем реку, оплачиваем подогрев реки. Но мне ответили из правительства Москвы, по-моему, пришло письмо, что согласно ГОСТу температура воды 4 градуса Цельсия плюс 4 сливается в воду, ну, в реку. Ну, это технология. Не знаю, какие ГОСТы, какие у них там правила, но факт вот, что реку подогревают жители города. Далее. Сержторан пишет логин. Сержторан. Надо попробовать 30 кадров в секунду. Картинка сейчас какая-то тёмная, зеленовато-коричневая, нет яркости, как через фильтр какой-то. Ну, это первая серия. Первая серия. Настройки там были 60 кадров в секунду и экспозицию выбрал облачно. Возможно, подсветка идёт от деревьев, от зелёных. Ну, трудно угадать. Выберешь ясную погоду в течение движения, она меняется на пасмурную, там, на облачную. Вот, поставить 30 кадров в секунду, значит, увеличить объём памяти. Ну, я посмотрел, увеличивается незначительно, примерно на 2 часа. Вот. я специально брал аппаратуру, чтобы было 60 кадров. Я бы снимал и 120 кадров ради качества, но такой настройки, к сожалению, здесь нет. Я не думаю, что будет правильно, если поставить 30. 30 кадров стоит на окинуре и мы видим какое там дрожание, какое там какая вибрация и потом между файлами заметен стык, как он их так он соединяет. Ну, буду, наверное, в процессе обработки видео корректировать цветность. Был бы, например, вот этот прибор, который замеряется на подсветность. Но, опять-таки, трудно. От деревьев зеленая подсветка, от неба голубая подсветка. Ну, посмотрю, может быть, что-нибудь получится при обработке. Так, логин Кезева. Как можно вообще развестись на эту на трассе? это опять касательно мошенников на трассе. Ну, ведутся люди, ведутся. Я вот поэтому и снял видео, чтобы предупредить всех, кто будет двигаться по трассе, не обращать на них внимание. Вот, это развод на деньги. сейчас кроме них появились другие варианты. Начинают продавать монеты. Кстати, и на стоянках они продают, но у меня нет такого видео. И ко мне уже в городе. Даже в городе подъезжали на машине в одежде гастарбайтеров. Ну, в одежде рабочих, типа того, что ломали дом где-то, сносили дом. Под снос был. Они нашли клад, монеты там, не знают, кто одевать. Ну, у меня не было аппаратуры, а включить и снимать на смартфон как-то не догадался. Ну, диалог был очень короткий, порядка одной минуты. Я им сказал, вызовите милицию, сдайте клад, получите там, сколько, 25 или 40 процентов от этого. Ну, они хотели... В общем, короче, развод на деньги. А монеты эти покупают на Алибабе, там можно купить любые монеты, копии, ничего общего не имеющие с равитетом или с настоящими. Просто копия-подделка их штампуют там мешками. Любой нумизмат может заказать их там и по цене там они копейки стоят. Так, дальше. логин Максим Ефремов пишет Добрый вечер. Хочется посмотреть трассу до Магадана. До Магадана у меня, к сожалению, нет. У меня до Якутска есть, а вот случая пока не попалась до Магадана. Да, заказчики тоже переживают, можно до Магадана доехать или нет. Я бы с удовольствием поехал. Тем более, что так вот фрагментами смотрел участок от Якутска до Магадана маленькими участками. Дорога такая же, как от трассы Амур до Якутска. То есть трасса Лена практически такая же, как и трасса Магадана. Будет такая возможность или нет? Не знаю, будет, с удовольствием сниму. Кстати, недавно по телевизору показывали, как два или англичанина, или американца прилетели в Якутск на самолете, а от Якутска до Магадана там порядка двух тысяч двухсот километров они ехали на внедорожнике. Ну, фильм очень короткий был такой, скажем так, ни о чем, просто было самолюбование. Они снимали пейзажи, снимались на фоне пейзажов, о дороге, о полотне, об инфраструктуре не было сказано ни слова. Они ехали в зимний период, были холода, морозы сильные, молодцы, ребята выдержали, все-таки там сколько, 2200, это примерно три дня пути, тем более, что в зимний период рано темнеет, поздно светает, и световой отрезок очень маленький. Ну, думаю, дня за три, за четыре они уложились проехать по трассе Магадан, вот, и не заснять полностью трассу, это, конечно, на мой взгляд преступление. Ну, много людей, много людей передвигается по трассе Лена-Магадан, ну, опять-таки, автотуристы, автопутешественники, те страхи, те ужасы, которые показывали в интернете об этих трассах, это уже далекое прошлое, и потом съемка проводилась по всей вероятности. Ну, утверждать не буду. Возможно, на тех дорогах, которые прилегают к федеральной трассе, но утверждать не буду, не знаю. дорога, но сейчас дорога, как я посмотрел фрагментами, дорога вполне приличная. Просто там есть развилка, короткая и длинная, то есть старая и новая дороги. так вот, чтобы не попасть в тупик, нужно ехать по новой дороге, потому что старая вроде бы короче, но она в конце упирается и дальше движения нет. До моста и все, остановились. это для тех, кто, например, поедет. Лучше всего, конечно, спросить у тех, кто живет в Магадане или в Якутске, там более-менее какую-то информацию о трассе можно взять. Но в любом случае, в любом случае обязательно нужно брать с собой дополнительные емкости с топливом. Не одно, две, может быть, три, четыре канистры, чтобы не оказаться в зимний период в очень неприглядной ситуации. Потом весной, по-моему, этого года показывали тоже трассу Магадан. Наводнение снесло мост. Снесло мост. Так, заехали на заправку. Так, это уже я что-то сбился с темы. Это видео будет с ускорением. по-моему, это видео будет с ускорением. По-моему, это для видеодорог. Просто бог с ним. прорвало реку, наводнение было и произошел затор. Много машин остановились и ждали, когда восстановят мост. Ну, я думаю, наверное, суток-двое они там стояли. Так, я вот обратил внимание, очень много джипов, легковых машин с семьями, с детьми. Люди передвигаются. То есть проблем с дорогой, с трассой нет. Ну, будет у меня такая возможность. Естественно, я ее не упущу. Так. логин Александр седьмой. Александр Тихонов расшифровал себя. Мое мнение, что из окна поезда S-G-Cam, из окна автомобиля Окинори. Да, я так и планировал из окна поезда снимать на S-G-Cam. Ну, насчет Окинори автомобиля, я начинаю волноваться, что он может в любой момент у меня гавкнуться, передать привет мне и уйти в спящий режим навсегда. Поэтому сейчас не снял с повестки дня вопрос приобретения нового видеорегистратора. Мне уже написали это видеорегистратор DATACAM. Говорят, дорогой, ну, надо посмотреть, какая там карта памяти, насколько, какое разрешение, ну, какие функции. С деньгами, конечно, сейчас проблемка, но если будет достойная замена Окинори, то, естественно, я остановлюсь над DATACAM. Так, логин Николая Брежнева пишет. Александр, спасибо, спасибо за рекламу моего канала. Куваль, это не реклама. Я, наоборот, стараюсь создать такое информационное поле для автотуристов, для автопутешественников. Я же не могу все дороги, все трассы снимать и размещать. Во-первых, это ну, ну, не под силу одному человеку за один сезон снять все трассы. А информация о трассах очень быстро устаревает. Там, где сейчас колдобины, ямы, через полгода, через три месяца ситуация совсем другая. И ямы отремонтируют, и заправки построят. То есть информация идет очень быстро меняется. Так, движение продолжаем. Видите, как изменилась погода. я картинку не наблюдал, поэтому отвечал на сообщение. Не знаю, на все ответил или нет. Сейчас гляну снова туда. Так, ну, вот здесь подсветка вот здесь, например, может я дать тоник, но не может, а точно трудно сказать. Есть подсветка или нет. Засветка. На стекло наляпались мошкара. Смывать ее бесполезно, это нужно останавливаться. Мое стекло это раз, а во-вторых, во время движения не видно, ляпается она или нет. Поэтому извините за качество картинки. болтовня идет в салоне автомобиля. Какой-то фон, какой-то шум. Ну, осталось совсем немного до Москвы. Примерно сколько там, ну, может быть, вот эта серия закончится и потом, по всей вероятности, еще на одной или полторы серии. А может, постараюсь сжать и вообще одну серию сделать после этого. Ну, главное, главное, дать информацию о трассе. Вот основная цель. в районе в районе Котельники, Балаш и как я наверное немножко запутался две серии оставшиеся до Москвы они будут коротенькие потому что очень длительное время занимает обработка часового фильма порядка девяти часов поэтому я наверное сделаю ну так планирую сделать две серии коротенькие по 30 минут наверное чтобы наконец закрыть маршрут Липецк-Москва потом будет еще одна короткая серия это уже Москва-Липецк но может быть под не знаю буду менять название или нет пока не определился но показать федеральную трассу М4 Дон в ночное время чтобы те кто поедет тем более сейчас сезон отпусков могли иметь представление о том какая дорога трасса в ночное время в темное время суток на этом эту серию заканчиваю комментировать следующая серия будет уже финишная финиш что-то я стал последнее время тупить промахиваться заезжаем на заправку заодно отдохнуть немного размять косточки размяться немножко выпить кофе вот на лукойле просто отдохнуть просто отдохнуть ну на лукойле самый дорогой бензин в россии можете проехать проверить начиная от Хабаровска от Владивостока окончая Мурманском Нижневартовске и Сочи самая дорогая заправка в россии обязательно дороже на копеек на 10 на 20 может быть на рубль чем остальные заправки в народе шутят если бензин на лукойле подорожал если бензин подорожал на лукойле значит лсу снимает клип вот такая вот в народе примета вот люди приехали остановись отдыхают но мы продолжаем путь вот такой вот если бензин на лукойке